МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра верни. Я помню, помню. Обязательно верну. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Пицца. Как ты меня достал? Кто это? Один придурок. Да, Виталик, у меня все хорошо, я на лекции, давай пока. Юль... Юлечка, детка, это мы. Открывай. Мама? Да? Мы вернулись. Да, мам, сейчас я просто задремала. Одевайся скорее, это мои приехали. Ты же сказала, что они в Крым улетели. Может, рейс задержали, я не знаю. Так, сиди здесь тихо, я сейчас все проверю. Ну? Забрай кровать. Юля! Ну что ты закрылась? А что случилось? У нас СП. Рейс задержали? Нет, Макара Ильича с холодным оружием. А, это все из-за того кортика, который ты вез дядя Феде в подарок, да? Да. И самое интересное, знаешь что? Что нас все-таки пропустили. Но пока папа успокаивался, самолет уже улетел. Не успокаивался? Эти сопляки, что они себе позволили? Они досматривали меня. Боевого офицера не задели, самый святой. Кортик? Кортик. Честь офицера! С таким поганым настроением, уже я не хотел ехать ни на какие праздники. Тихо! Виталий, дай пистолет. Папа, стой! Юль, ты в укрытие? Папа, подожди. О, молодец, Барсик! Помог задержать преступника, не теряет хватки. Папа, стой! Юлька, уйди с линии огня. Сейчас мы преступника возьмем. Папа, это не преступник. Это мой парень. А ну-ка, шаг вперед, парень! Вот это вот у нас теперь называется лекция, да? Это Миша. А сам-то Миша говорить может? Здрасте. О, голосок жиденький. Видно, такой же, как его обладатель. Может быть, мы чай попьем? У нас Кулебяка есть. Юлька с матерью на кухню. А мы тут разберемся с диверсантом. Виталик, отведи задержанного в мой кабинет. Сейчас Макар Ильич из тебя чистуху выбьет. Улыбайся, улыбайся, недолго осталось. Не мельтеши, сядь! Ну давай, рассказывай, Миша, кто такой? Чем занимаешься? Учусь, работаю. Отдыхаю. Отдыхаешь, значит, остря? Вижу я, как ты отдыхаешь. Род деятельности. Студент. В педуниверситете. Журналист будущий. Журналюк, значит. Либерат. Пятая колонна. А родители у него кто? Мама, я не знаю. Юлечка, деточка, по крайней мере, это странно, что ты ничего не знаешь о родителях своего парня. Как ты могла променять Виталика на какую-то неизвестность? Мам, нам было как-то не до этого. А до чего вам? Ладно. Сама все узнаю. Иди за век с тобой. И сколько длится эта ваша с Юлией тайная связь? Пару месяцев. Пару месяцев. Ну, это не срок. Это так. Предварительное следствие. Все к столу. Мама зовет. Юлечка, я вот не понимаю, что ты нашла вот в этом? Ну, мутный же тип. Мутный, Юль. Ну, ладно, бойцы. Согнули ноги в локтях и за стол шаг-марш. Юля? Угу? А у тебя это с ним серьезно? А ты сам интересуешься? Или папа дал задание? Я интересуюсь тем, чтобы сделать тебя счастливым. А с чего вдруг ты взвалил на себя такую миссию? Папа дал задание. А. Садись, Михаил. Угощайтесь колебякой, Михаил. Спасибо. А ваша мама готовит колебяку? Да, печет. В смысле, варит. Парит, жарит. Не похоже он. Вы такой щупленький, слабенький. Физика подкачала. Да. Вот. У нас в семье. Мама. Что мама? Я просто хотела бы знать, а чем занимается ваш отец? А у него... У него... Осторожно, это первый папин трофей. У него охотничьи угодья. Под Ярославлем. Охотничьи угодья, это хорошо. Я вот как раз на кабана никак не выберусь. Надо бы съездить, заодно пообщаемся. Нет. В смысле... Да, конечно. Просто он сейчас в отъезде, на сафари, в Кении. Поехал за этим. Как его? Бубал Хантера? Как? Антилоп Херола? Вот, да. За Херолой. Он ее у себя в лесничестве разводит. В смысле, собирается разводить. Надо же. А мама? Маму готовит. Нет, я имею в виду, мама дома? Она с отцом, в Кении, на сафари, вместе. Они вообще всегда вместе, никогда не расстаются. Вот это хорошо, что не расстаются. Так. Вот Юлечка с Виталиком. У нас тоже с самого детства вместе. Прекрасная могла бы получиться пара. Вы не находите? Мама. Что мама? Кушай, кушай, Виталичка. Это твоя любимая начинка. Капалось-то яйцо. Ты занимаешься спортом. У тебя нервная работа. А ты чего? А, я ем. Ты спортом занимаешься? А, да. Каким? Буксом. Это дело. Ну-ка бойцы приготовились и вперед. Пап, может не надо? Надо, Юля, надо. Заодно проверим, как твой Михаил работает бицепсами правого полушария. Я давно занимался. Ничего, вспомнишь. Так. Ну что, готовы? Молодец, студент. Виталя, Виталичка. Виталя, Виталичка. Ты меня слышишь? Грамотно использовал тактическое преимущество внезапности. Кто удар ставил? Папа. Молодец. Он мне все время говорил, бей первым, не жди, пока тебя опустят. В смысле, на пол. В смысле, ударят. Веручка, не суетись, он офицер. Обязан уметь держать удар. Бакар достал меня своими выходками. Что я Любе скажу? Любе скажешь правду. Проходил перетестацию по физподготовке по боевым искусствам в присутствии старшую позвоню. Он не по правилам ударил. Дамиленький, дамиленький. На войне, товарищ старший лейтенант. Правил не бывает. Советую и в мирной жизни этого не забывать. Тихо, тихо. А где спортсмен? Нет, военный. Военный? Где служил? Кто, я? А тебе где служил? Это папина дивизия в Афгане. Афган прошел. Они под Кандагаром. Под Кандагаром. Брат ты мой, вот удружил, так удружил. Вызовите скорую, мне плохо. Отставить скорую! На поле боя скорой нет. Кто тебе скорую в окоп будет вызывать? И нытье отставить? Ну максимум, что будет, фингал под глазом. Ты лучше молчи, Макар. Ты у меня без окопа полгода не вылезешь. Ай! Так, держись. Макар, я с ним поеду. Молодец, короче, поезжай. Ты боец, супер, дальше обязательно надо с ним встретиться. Обязательно передам. О. Ну ты молодец. Папе-то понравился. Да Виталика удачно нейтрализовал. Да. Вечер отдался на славу. Скажи, я не понял, а что это за тип? Я так понимаю, что твоя мама душевным нечаяк? А это Виталик, сын маминой подруги. Мы с ним в детстве вместе росли и нас с мамой в шутку все время женили. А теперь моя мама что-то разошлась всерьез. Нормально. Ты мне когда об этом собиралась рассказать? Так даже, когда и ты собирался мне рассказать о своих родителях. Знаешь, я сегодня столько нового узнала. Но ты не переживай. Главное, что ты папе очень понравился. И мама, я думаю, тоже растает после знакомства с твоим. Слушай, здорово. Я тебе сейчас пришлю фотку одного типа, ты его пробей по базе, ладно? Ну и вообще там норой все, что сможешь. Сам, ну... Ну мне нужно залечь на дно на пару дней. Все, отбой. Так. Что тут у нас? Что? Ушиб носа? И все? Вы в своем уме? Почему тогда Кравченко госпитализировал? Слушайте, у меня фантомные боли в области головы. Я уверен, что это сотрясение мозга четвертой степени. И вообще, вы готовы взять на себя ответственность, если со мной дома что-нибудь случится? Вот видите, ну как тут можно было не положить? Был бы неведомственный госпиталь, выгнала бы чертовой бабушки. Даю два дня витамина капельниц. Далее звоню руководству. Мой папа уже два раза с утра говорил про твоего отца. Мечтает познакомиться. Ну, познакомимся как-нибудь. В смысле? Ну, как-нибудь при случае познакомлю. И какой должен выдаться случай, чтобы твои родители приехали? Они что, не хотят посмотреть на девушку своего сына? Или ты просто им про меня ничего не говорил? Ну, типа, мол, не настолько все серьезно, чтобы беспокоить предков. Я, видимо, серьезно в тебе ошиблась. Я смотрю боевые действия в самом разгаре. Генеральская дочь на тропе войны. Мама. Алло. Ну что, лодка любви разбилась, а быт? Не смешно, дорогуша? Смотри, как бы твой буксир, неожиданно зацепивший генеральскую дочку, не попал в зону ожесточенных боевых действий. Нормально выдала. Молодец. Тебя смешнее. Послушай, Свет, я тебе настоятельно рекомендую забыть о моем существовании и попытать счастье в нейтральных водах. У нас с Юлей все серьезно. А со мной что? Было не серьезно? Ты сама сбежала от меня к своему олигарху недоделанному. Или ты что, думала, что я тебя всю жизнь по двери буду ждать? Он вдохнул меня жизнь. И выдохнул, судя по всему. Что, опять в активном поиске? Решила пройтись по отвергнутым кандидатам. Ты хотя бы помнишь всех? Или все эти годы список вела? Какой ты злой. А ведь нам было хорошо вместе. А теперь нам хорошо порознь. Напротив моей фамилии можешь поставить прочерк. Что, мама? Ничего. Злюка. Отправил. Угу. Слушай, а я тебе сказал, что копать надо глубже. Да копай всех родственников. Всех и закопанных, и не закопанных. Коп... Будет тебе санкция Макар Ильича. Будет. Ты копай. Копай давай. А не то я тебя закопаю. Прости, что так поздно. Спасибо. Да не за что, брат. От души. Как у вас все прошло? Да как тебе сказать. Все довольны, но не обошлось без жертв. И у меня серьезные проблемы. Решили разбежаться с Юлькой? Да мы-то нет, но все как-то... В общем, она хочет, чтобы я познакомил ее со своими родителями. Ну и так познакомчивая проблема. Есть нюансы. Ладно, не бери в голову. Ладно, давай, счастливо, брат. Кто хочет красную месть, то мой багажник, твой багажник. Давай. Сочувствую, подруга. Ты о чем? Мне говорили, что Голиков тот еще кобель. Видимо, фамилия говорящая. Он тебя с родителями познакомил? Нет. А что, это так важно? Для него, да. Он никого из своих девушек с ними не знакомил. Не хочет давать ложные надежды. Теперь понятно, почему ему проще устроить встречи с папой римским, чем вывезти родителей с африканского сафари. Сафари? У него же папа вроде в библиотеке работает, а мама домохозяйка. То есть, ты хочешь сказать, что это все отговорка, чтобы нас не знакомить? Ключи мозги. Тебя подвезти? Нет, спасибо. Хочу побыть одна. Нужно расстаться с ложными надеждами. Тебя подвезти? Спасибо. Спасибо. Друзья мои милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать? Могу ли я... Могу ли я удержаться? Могу ли я удержаться? Могу ли я умолчать? чтобы не высказать на прощание те чувства которые наполняют все мое существо любовь зулочка а верните ка юрий петровичу плед на плечи стоп стоп я не понял а что не так знаете я не могу стоять в этом дурацком плене вам что недостаточно этих вот идиотских костюмов понимаешь юрочка что твой герой старый больной зэк и плед на плечи это точное решение он нашел в камере реквизит который очень точно отражает всю безвыходность его положение давайте давайте еще найдем напильник и вспорим ему то есть мне живо ну правда из зала вот твой образ в плезде смотрится таким старческим таким беспомощным правда это же смягчает образ суровые уголовник не могли бы вы накинуть плед на плечи видите ли но мне кажется это совсем не в характере моего персонажа я же надзирательница а мой персонаж значит помойка где все сгодится да хорошо что 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 да давайте я буду в пледе давайте невозможно все уже достало не знаю сколько это еще будет продолжаться почему я актриса и игравший в театре столько милый милый мой гаев почему почему я никогда не обращала внимание какие в этом доме стены а какие потолки а теперь теперь я смотрю на все это с такой жадностью с такой нежной любовью очень хорошо неплохо дай мне сюда мне дай дай сюда мне ну что дай я буду играть в этом пледе в конце концов это же ваш режиссерский замысел хорошо хорошо пусть мне будет неудобно пусть не будет неловко но я буду делать роль на сопротивление помню когда мне было помню помню было мне шесть лет в троицын день я сидел на этом окне и смотрел как отец идет в церковь что ну что поднялся со дна выглядишь неважно это неважно что у нас по голикову ну что прочесал я почти все загсы нет у него родителей а это ты макару ильичу расскажешь зачем от него запросы на разработку так не поступил ты мне еще здесь поумничай нам надо работать на опережение доверие генералу втерся какой-то непонятный тип надо устранить ненужные контакты начальства или ты хочешь отвечать если вдруг с генералом что-то случится виталий ты так и скажи нужно конкуренты устранить уже весь отдел знает как тебе в гостях у генерала профиль начисти смотри серега чтобы твой профиль из нашего отдела не удалили я ведь могу и это устроить за этим пока наружку установи есть лучше стоять массовки за три копейки чем участвовать таких современных постановках с твоими скандалами скоро тебя и в массовку за три копейки брать не будут пойдем здесь до чего вы докатились не надо ссориться с худруком а этот молодой режиссер рискнул дать тебе такую роль ниночка я актер а не зэ под пледом я учился у таких зубров если бы они видели чем я занимаюсь они бы руки мне не пойдут я тоже училась у таких зубров но и однако же сохраняю здравый смысл достоинство сохраняю здравствуйте вам автограф нет размечталась я хотел бы предложить вам вы режиссер нет размечтался я хотел бы пригласить вас что за проект блины там мюзикл нет это кафе вот здесь за углом а там за чашкой горячего чая мы обсудили все подробности вы не против я не то ты не мюзикл а звучит как музыка блины ду-ня люблю твои блины прошу вас молодой человек так вы у нас не режиссер продюсер в каком-то смысле можно сказать так прекрасно я в том смысле что вы как продюсер прекрасно должны понимать что одним искусством сыты не будешь вы улавливаете мою мысль а в смысле конечно закажите мне что-нибудь окей михаил вы наверно уже слышали что талант должен быть голодным но это не про нас да мы конечно головная я хочу сказать что мы талантливы но наш талант требует колоссальной отдачи энергии а где взять если организм не подпитывается калориями это я вас как у продюсера спрашиваю юрочка пожалуйста заткнись с удовольствием затыкаюсь калориями будьте любезны 50 грамм коньячку а вы не против сколько вы хотите вложить в наш проект точнее в нас можно сначала расскажу об идее можно только сумма может измениться в сторону увеличения но это правда идея совершенно новая это шоу реалити квест реалити что как же вам объяснить то в общем это сейчас тренд вот я и предлагаю обсудить сначала сумму там хотя бы все слова понятны тут нет ничего сложного вам будут определены роли и вы должны будете эти роли доиграть до конца шоу это очень сложная задача ну и отлично на то что мы все в театре чехова да чехова скажите как это современная история в принципе да есть реальная девушка у нее есть реальные родители я ее реальный парень и все не актеры нет и вы не актер только в душе да ну я даже не знаю с непрофессионалами тяжело ведь будет играть да да но это правда будет тогда чуть 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 будет дороже несомненно будьте любезны а можно еще пятьдесят грамм коньячку с лимончиком вы не возражаете скажите а вы уверены что вы справитесь или может быть мне поискать кого-то еще что вы что вы ну где вы найдете еще таких актеров мы согласны рассказывайте да да и пожалуйста можно еще 50 грамм коньячку для юрия петровича тоже серёг ты по губам читать умеешь они там явно что-то затевает по их губам понять можно только одно они не дураки выпить и закусить спасибо капитан очевидность давай включай запись потом экспертом отдадим на расшифровку моя задача в этом реалити-шоу привести в дом своей девушки актеров а родители девушки должны поверить что вы мои настоящие родители и самое главное вы должны им понравиться все снимается везде понатыканы скрытые камеры михаил ваш крест ну да этот ваш проект он безусловно привлекателен тотальное погружение в роли это все конечно по нашей части очень хотелось бы знать занятость занятость в чем сколько съемочных дней один в эти выходные я пошел из одного съемочного дня даже заморачиваться не буду в конце концов у меня концерты съемки если все пройдет хорошо вам увеличат количество съемочных дней и вообще возможно что будет второй сезон но это тогда отлично будьте так любезны еще 50 грамм коньячку и шоколадку значит так завтра проводим репетицию вы нам приносите аванс а после записи шоу расчет да и неплохо было увидеть сценарий сценария нет полнейшая импровизация не 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 без сценария не работают да ладно ладно горячим способом каким способом снимание объекты готовятся к выходу скорее всего разделиться всем постам приготовиться как поняли так никого не упустить этих клоунов пробей по всем базам кто с кем когда понятно а всех троих или всех двоих серега свет в голове гаснет только по команде отбой включи мозги а запись а запись выключи так дела всех фигурантов и расшифровку разговора ко мне на стол понятно так точно но я только в эту субботу не могу а все остальные свадьба и дни рождения я могу снимать сам если ты мне дашь еще какую-то работу я буду только рад ладно да слушай подожди можешь мне дать комить аванс просто такое дело девушка деньги есть девушки появляются девушки появляются деньги исчезают водоворот деньги в природе за месяц не могу за неделю могу тоже хорошо я не понимаю почему молодой режиссер позволяет себе опаздывать ну а что тебя удивляет это же модный режиссер а сейчас опаздывать модно здравствуйте добрый день здрасте а я вот как мы договаривались принес вам абанс о замечательно давайте замечательно я благодарю вас у тебя что больше с чего ты взял ну ты даже не посмотрела а вот сценарий сценарий ну как сценарий описание персонажей давайте давайте прогоним давайте что прогоним ты даже не посмотрел на что там смотреть я же вижу что у тебя слов больше у тебя сценарий толще чужой сценарий всегда толще я могу попросить тебя хотя бы один день не закатывать истерику а я спокойно просто я болею за наше общее дело а я значит не болею за наше общее дело не оба только я тебя знаю ты здоровая как слон такая же толстокожая тебя вообще ничего не волнует форменная эгоистка энергетический вампир господи какое счастье что я уступила тебя твоей жене это перестал из меня пить кровь интриганка истерик интриганка истерик интриганка извините пожалуйста я я не понимаю вы сейчас по тексту оба здесь еще а вы знаете молодой человек что посторонним нельзя во время репетиции находиться в зале извините это же лаборатория это операционная в которой препарируется образ юрочка заткнись михаил вы можете сесть в зал и наслаждаться искусством спасибо я лучше пойду не буду вам мешать за вами заехать в субботу нет нет что вы благодарю вас мы доберемся сами у нас же еще дневной спектакль да а после него мы сразу к вам ну хорошо я вообще там все написал но на всякий случай запомните обязательно вы на днях вернулись из кении из кении до сафари если что-то непонятно вы звоните удачно у нас в этот день спектакль тетушка шарлея А почему ты один? Родители едут. Из аэропорта. Хотят строить сюрприз. Продевайся. Это свои? Да, наверное. Мама! Папа! Что у вас с лицами? Африканский загар. Евгения, а где здесь камеры? А вот и мы. Си-си-ни-ра-дну. Куа-куа. Нану имбо я конзури. Мы счастливы быть. В вашем гостеприимном доме. Здравия желаю, так сказать. Юрий Петрович. Проходите, гости дорогие. Асанте. Простите, на каком языке? Суахили. Народность Банту. Кения. Наконец-то вы к нам добрались. Мы вас так ждали. О, да. В Бразилии на нас напала стая диких обезьян. И вы знаете, нам пришлось отстреливаться. Вы же из Кении. Так это же рядом. Вот мы туда и заскочили. Так счастливы откуда? Из Кении. Из Кении. И мы привезли вам очаровательные сувениры. Это для вас драгоценная Вера Васильевна. Очень помогает от всех паразитов. Вы знаете, а вот это вам, Макар Ильич, так сказать, наше фамильное реликвие. Старое ружье с ним еще. Мой дед на медведях ходил. А я на сафари из этого ружья буйвола завалил. Попрошу вас, понюхайте. Она пахнет порохом. Понюхайте. А Юлечке мы дарим самое драгоценное, что у нас есть. Три-четыре. Нашего Мишеньку. А все остальное он подарит уже сам. Я смотрю, вы нас всех знаете уже? Миша очень много о вас рассказывал. Ну как же он рассказывал, если вы были на сафари. По скайпу? Ну да, конечно. Давайте уже за стол сядем. Надо обмыть ваше прибытие. Юрий Петрович, что пьем? Ничего. Фирменная кулебяка. Наш семейный рецепт. Благодарю. От прабабушки достался. Так, товарищи, давайте уже выпьем наконец. За знакомство. Папа у нас не пьет. А чунга-чанга? Простите, а что такое чунга-чанга? Чанга. Африканская настойка. В переводе суахили означает «убей меня быстро». Да, звучит угрожающе. А на вид, на вид как самогонка моей бабушки, которая нагнала еще в деревню. Самогон, он и в Африке. Самогон, друзья мои, за знакомство. Вер Петрович, Макар Ильич, Вер Васильевна. Не закусываем. Между первой и второй перерывчик. Небольшой рюмочком. Давайте-ка сразу второй тост. Друзья мои, товарищ генерал. О, нет, благодарю. Себе. За здоровье. О, будьте здоровы. Чунг. Юленька. Юленька. Орел. Дорогие, за вас. Не-не-не-не-не-не. До-до-до-до-до-до-до-до. Вот так вот. Ну, а теперь третий. И самый главный торт. За любовь. Ну что, теперь можно и поговорить Рассказывайте Я на работе привык, что мне все рассказывают Не надо, только не надо про работу А то я вам сейчас про гастроли начну рассказывать Какие гастроли? Юрочка так любит называть наши заграничные поездки Видишь, Макар, люди путешествуют по всему миру А мы с тобой, даже к лучшим друзьям в Крым, мы не можем добраться А нам дочку еще сватать Ну зачем же так далеко летать? У нас товар, у вас купец Юрий, папа Папа, правильно, папа Давайте-ка, друзья мои, товарищ генерал Выпьем за хозяйку дома Что вы За хозяйку дома Благодарю вас За вас, Ира Васильевна Чаровательный пирог Где камеры? Ну, удивил Чем? Ведь я понимаю, почему ты раньше их не показывал Почему? Ну, они такие Какие? Экстравагантые На моем очень нравятся Даже маме понравилось Ой, я Первая зельна Грибочки у вас просто зимфония Майонина таких Никогда не делает Почему это я не делаю? А потому что кроме яичницы Ничего делать не умею Это я кроме... Макар Ильич Вот правильную подругу вы себе в жизни Нам нашли Завидую Мама тебе чем не угодила? А кто тебе сказал, что она мне не угодила? Я тоже себе правильную подругу в жизни нашел Сын у меня какого родила А сын у вас Боевой парень Еще бы Мы его Во время боя Быков В Испании на кориде с зачалием Во время кориды Ой, боже, какой у вас котик А, да, кот Очаровательный Кот у нас тоже боевой Все от кругу гоняет Никому спуску не дает Мишку вашего с поличным взял Цап его за... Прям чуть не угробил Такая аллергия Кстати, вы все аллергики, да? Мама Я просто хочу понять Какие гены передаст ваш сын? Наш сын может передать только Самые лучшие гены Потому что он передает то, что передаем ему мы Его родители Наследники русской интеллигенции Да если бы... Ну, вон, вон Генофонд у нас еще тот А сынишка наш Аллергию приобрел В субтропиках Он же с нами С детства Путешествует Вот его тибетская лилия Подкосила в Тибете Папа, это тебя уже что-то подкосило Папочка, да, ты у нас Непарали нам домой Ой, Юрий Петрович Во что, загар потек? Это пыль странствий А-а-а, африканская Я предлагаю, Юрий Петрович, пойти в баню И смыть всю эту кенийскую грязь, чертовой мать Нет, 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 папочка Приятное с полезным Пошли, пошли Папа, мы домой Смоем все Мы не идем, мы идем в баню Смывать кенийскую грязь Ах, хорошо Хорошо, Юрий Петрович Ушла Надо нам выпить на брудершафт Что мы выкаем, мы выкаем Как эти прямо Юр Да, давай Ой, ой, ой А можно я тебя буду звать Юрок Валя? Не сражаешь? У меня просто Лучший друг был, Юрок Ой, ну такой парень Да, мы его батю Макаром звали Правда? Да Как меня А ты же Петрович Петрович, отец Петра звали Макаром А, прозвище как? Ну, как-то так, да Юрок мой в Афгане пропал Ты, может, с ним пересекался день Да, ты знаешь, может быть Помотало меня по театрам Каким тебе? Театру Военных действий Ага Награды имеешь? Заслуженного вот сейчас жду Чего? Отдыхом Только я не люблю об этом Все, я понимаю, понимаю У меня самого два ранения перенес Два ранения, думал, все уже Отпрыгался Спасибо, Верке моей На меня выходило Верочка моя Если бы не она, я бы вообще А, ну и Из армии уволился Так, пошел по линиям ВД А я в отставку В деревню В глушь, в Саратов Вы же из Ярославля Да, я из Ярославля А Нилка моя Из Саратова Ага Слушай, давай за наших Боевых подруг стой Давай Стоять можешь? Могу Давай Сейчас Где же ты раньше был? Капуски дай Чего же мы раньше-то с тобой не встретились? Сейчас-то мы встретились? А, хорошо А дети какие у нас с тобой? Ой, Юлька твоя красавица А Миша твой Огонь, парень Слушай, давай их поженим Верок, я тебе не дорассказал Ну, у нас было три друга Юрок, Федька Да И я Один за всех, все за одного А Любка Лучшая подруга моей Верки Блин Она вышла замуж за Федьку А у них сын Виталька А Верка моя Пообещала Любке Что мы детей обязательно поженим Понимаешь? Да хорошая идея Хорошая Я ему помогаю Я его устроил к себе в управление Кого, Федьку? Витальку Все, стоп Родимся Детишки наши Своих детишек нарожают Ты же хочешь счастья Своей Юльки А я свои муховые Верку я свою ломаю А твоя не будет против? У меня с ней консенсус Как она решит Так я ей скажу Пошли попаримся Пойдем Ну, шапочка Макар Ильич Вера Васильевна И сразу из ресторана Отбываем к тебе В охотничьи угодья Куда? Папы О, владежь Вовремя У нас официальное заявление Вы тут еще не упарились, нет? Стоять! Смирна! Для торжественного заявления стоять вольно Правильно, товарищ генерал? Правильно Короче Мы с Юрком решили С Юрком? С Юрком, Юлек С Юрком Широм Через неделю Вы пожестились О, Виталя Как хорошо, что ты пришел Будешь свидетелем Итак, если у вас есть что сказать Говорите сейчас Или замолчите навсегда Макар Ильич, у меня для вас важное сообщение Держи Товарищ генерал У вас снимает скрытая камера Продолжение следует...